В Госдуму внесут новый вариант нашумевшего законопроекта о капремонте многоквартирных домов. Как стало известно российской газете, доработанная редакция документа, в отличие от прежней, предполагает большее участие государства в решении этой проблемы. Авторы законопроекта решили не отменять 16-ю статью закона о приватизации, закрепляющую за государством обязанность делать капитальный ремонт в домах, которые передаются гражданам. Кроме того, новая редакция документа предполагает, что федеральная власть будет софинансировать региональные фонды, а малоимущим помогать с помощью субсидий. В остальном, суть законопроекта остается прежней, предполагается обязать владельцев квартир делать ежемесячные взносы на капремонт в общий котел, после чего эти деньги будут распределяться по назначению. Впервые жильцы стали действительно участвовать в финансировании, когда появились программы фонда ЖКХ. За 4 года в стране удалось отремонтировать более 134 тысяч домов, было израсходовано около 295 миллиардов рублей. И треть этой суммы, деньги регионов и самих собственников, но больше половины многоквартирных домов, где живут 48 миллионов человек, по-прежнему нуждаются в капремонте.